Субтитры создавал DimaTorzok На совещании были обсуждены вопросы, связанные с подготовкой к зимнему этапу, инженерным и тыловым обеспечениям армии. Министр дал соответствующие распоряжения и поручения руководителям ответственных подразделений. Никол Пашинян ответил на обвинение Баку в нападении на посольство Азербайджана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал беспочвенными обвинения президента Азербайджана Ильхама Алиева в том, что Армения организовала или организует нападение на посольство Азербайджана в европейских странах или в США. Об этом он заявил в пятницу на заседании Совета глав государства СНГ в Астане. «Думаю, что очевидно, если бы были такие факты, Азербайджан давно бы эти факты публиковал», – сказал армянский премьер. Напомним, что 12 октября азербайджанские СМИ сообщили об обстреле в США служебного автомобиля посольства Азербайджана. В связи с этим инцидентом временный поверенный в делах США в Азербайджане был вызван в МИД. Ему была выражена серьезная беспокойность и недовольство происшедшим инцидентом. Официальный Баку потребовал от американской стороны принять меры по обеспечению безопасности азербайджанского посольства. Делимитация границы с Азербайджаном будет основываться на документах СНГ. Делимитация границ с Азербайджаном будет опираться на основополагающие документы СНГ. Об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе саммита глав государства СНГ в Астане. Как вы знаете, мы работаем над нормализацией наших отношений с Азербайджаном. Считаем необходимым отметить значимость роли СНГ в этом контексте. В процессе нормализации важна работа комиссии по делимитации и пограничной безопасности, договоренность о формировании которых была достигнута в ходе трехсторонней встречи президента России, Азербайджана и премьер-министра Армении в Сочи 26 ноября 2021 года, сказал Пашинян. По итогам встречи в Праге 6 октября текущего года с президентом Азербайджана, при посредничестве президента Франции и представителя Европейского совета, была достигнута договоренность о том, что в процессе делимитации мы будем опираться на основополагающие документы СНГ, отметил Пашинян. Согласно этим документам, по его словам, бывшие административные границы советских республик стали государственными границами между уже независимыми странами, в том числе между Арменией и Азербайджаном. Арат Мирзуян созвонился с Боррелем и обсудил деятельность миссии ЕС. Министр иностранных дел Армении Арат Мирзуян провел телефонный разговор с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем и обсудил вопросы, связанные с миссией ЕС. Собеседники обсудили вопросы, касающиеся полномочий, деятельности и расположения гражданской миссии Европейского союза, осуществляемой в соответствии с достигнутой в Праге договоренностью. Ранее спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойва Клар сообщил, что передовая группа наблюдателей Евросоюза прибудет в Армению 14 октября. Ален Симунян провел встречу с представителями Арцаха. Спикер парламента Армении Ален Симунян провел в пятницу встречу с делегацией Арцаха в область с президентом Арайком Арутюняном. Об этом сообщает официальный сайт законодательного органа республики. В ходе встречи обсуждалась политическая повестка Армении. Вопросы, касающиеся армян Арцаха, Ален Симунян представил подробности недавнего официального визита в Россию, а также встреч с международными партнерами, которая состоялась в последнее время, говорится в сообщении. Участники встречи констатировали, что контакты между Арменией и Арцахом на высоком уровне практически беспрерывны. Встреча продолжалась два часа. Это были все новости к этому часу. В студии работала Алина Серегина. До новых встреч!